Представители знака Зодиака Рак, здравствуйте, мои дорогие! Торопрогноз. Гороскоп 2024 год. События 2024 года и как изменится моя жизнь. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Позже я сделаю видео на 12 домов гороскопа, где мы более подробно рассмотрим, как все сферы жизни проиграются, по крайней мере, что нам скажут карты. А это на события. Хотелось бы именно узнать, в каком направлении будет складываться наша судьба. Год дракона по восточному календарю 2024 год. А кто такой дракон? Вообще это знак небесного могущества и влияния. И по восточной астрологии это очень продуктивный год. И считается, что он будет, конечно, полон реформ. Почему? Есть такое свойство у дракона, если мы говорим мифическое животное. Так вот, дракон, как феникс, птица феникс возрождается из пепла. И основное, ключевое значение возрождения, но, увы, через какое-то разрушение, оно как будто неизбежно. Поэтому сам год будет сюрпризами, скучать нам будет некогда. И в 2024 году у нас еще и Плутон окончательно входит в знак Водолея. Поэтому перемены неизбежны. Какая-то структура будет меняться, порядок будет меняться. И от нас зависит, как мы примем это, вот эти обстоятельства нашей жизни. Есть какая-то неизбежность на протяжении всего года, которой мы не должны противостоять. Мы именно должны это принять. И наша задача просто определиться, что для нас в приоритете. Раз. И второе, научиться, может быть, играть по новым правилам игры. Или найти свой фарватер, в котором мы продолжим движение в последующие годы. Время задавать вопросы, принимать решения и занимать позиции. Некоторые ситуации от нас потребуют силы воли и мужества. А для вас как раз он, этот год, ожидается продуктивным на профессиональную деятельность и личную жизнь, статус личной жизни. Много будет событий. Поэтому от нас эмоциональная, психологическая устойчивость, она потребуется. И также будет очень важным качеством критическое мышление, что есть по факту. Ну, это в целом направления планетарные. Не всегда они совпадают с прогнозами карт Таро. Вот давайте мы у карт Таро, как они видят для вашего знака этот год, и каковы эти события, узнаем. Три колоды карт я сегодня использую. И первая у нас будет золочёная Таро. Какие важные события войдут в мою жизнь в 2024 году? Или, может быть, что будет наиболее важное из сфер жизни? Больше проигрываться? Или, как мы говорим, чему больше уделить внимание придётся? Что выйдет на первый план? Что будет важным событием для вас, мои дорогие представители знака Зодиака Рак? Вот такая будет у нас первая карта. А что нового войдёт в мою жизнь? Или какое-то совершенно новое событие, может быть, будет? Какие неожиданные события возможны в течение 2024 года? И на колоде карт Таро иллюминатов мы тоже три карты достанем. Первая у нас будет означать, что меня будет радовать. Или какие радостные, приятные, счастливые события. Чего это будет касаться в 2024 году? А что мне будет помогать? А что может препятствовать? Или мешать? И на колоде 78 дверей мы после достанем карты и зададим вопросы, какие двери будут открыты передо мной? Или что я смогу осуществить? Итак, важное событие. 5 минут до старта. Кто-то из вас отправится далеко. Кто-то поближе. По этой карте мы не останемся надолго в той местности, где вы сейчас находитесь. У кого-то это может проиграться конкретно. Или для кого-то это может касаться вашей профессиональной деятельности, которую вы либо захотите поменять вообще кардинальным образом, такое может быть. Или расширить свой бизнес и добавить каких-то новых горизонтов, кардинально других, которые как раз на последующие годы для вас будут означать успех и продвижение. А для кого-то это может означать, я буду готов учиться чему-то. Тут ведь еще и от возраста зависит, правда. Но мы здесь с большим оптимизмом смотрим вперед. Перед нами открываются новые возможности. И третий момент по этой карте, когда у нас все под контролем. То есть одновременно надежность, уверенность и открытость миру. И правда, и новые возможности у нас появляются. И, видимо, это будет важным. Не где-то зависать в одном каком-то вопросе. Не пытаться что-то удержать из прошлого. Постоянное движение вперед. И воспользоваться всем тем, что нам дает судьба. Или, может быть, это в виде информации к нам приходит. Или предложение. Значит, мы тоже должны как-то провзаимодействовать. И если мы говорим, что новое. Да тут много чего нового к вам или важного. Может войти в вашу жизнь. И это в последующем изменит кардинальным образом направление вашей жизни. Здесь может быть, знаете, как полный разворот на 180 градусов для кого-то из вас. Если, например, мы про личную жизнь. Правда, у вас может измениться статус. Благодаря тому, что вы, может быть, пересмотрите свои отношения. Допустим, это те, которые уже фактически не радуют вас. Или есть какие-то сложности. Нет взаимопонимания. И вам захочется подвести какой-то уже баланс и демаркационную линию. И самому себе сказать, что надо с этим разобраться. Поставить точку. И как-то идти дальше. Создавать, может быть, новые отношения. Встречаться с другими людьми. Узнавать и как и мир, так и менять, может быть, вообще свое окружение. То есть будет побудительный мотив в личной жизни все равно быть счастливым. Не замирать где-то в одной точке невозврата. А именно идти вперед. Потому что полное осознание, что у меня теперь интересы поменялись. И это основной побудительный мотив. Ну, а для тех, кто один или одна, для вас как раз год может означать, знаете, много приятного общения. У вас вообще так планетарно ожидается, что благополучный год и людей будет вокруг вас много. Причем людей интересных. И вы сами можете быть душой компании. Поэтому на вас будут обращать внимание. Познакомиться. Есть варианты. И кто-то изменит свою личную жизнь или через статус, изменение статуса, будет какое-то важное событие в вашей жизни, когда совсем другими глазами вы посмотрите на мир. А для кого-то это, может быть, я меняю работу или у меня бизнес расширяется, и это будет в какой-то другой местности, и мне придется языки учить, и мне как-то придется обустраивать свою жизнь, может быть, где-то далеко, принять во внимание какие-то новые порядки, традиции, законы. Словом, опять же, скучать некогда, опять что-то мы будем тут менять. И правда, для многих вот это, знаете, вкус к новой игре жизни, он может вас завораживать. Прекрасная карта, тройка жезлов, которая обещает много интересов, много вдохновения и много возможностей, при том, при всем, что мы все контролируем, что может быть лучше, что нового, кардинально нового. А, наверное, из всего нового нам говорят, самое главное – выйти из каких-то ограничений. И тогда для нас, ну, практически мир заиграет в других красках. Тут самое главное – не зависнуть где-то в старом. Карта повешенного – это карта жертвенности отчасти, поэтому мы не должны делать, я должна сразу это сказать, того, что нас может как ограничивать, так и удерживать. Удерживать в отношениях, вот то, что я недавно говорила, удерживать, может быть, на нелюбимой работе. Пока мы с чем-то из прошлого в чем-то не поставим точку, мы себе словно перекрываем путь вперед, понимаете. И новое, в принципе, тогда, ну, как будто мы не можем, нету места, скорее всего, пытаюсь подобрать правильно слова, нет места для нового, пока мы не освободим или не освободимся от чего-то, что утратило всяческий смысл и интерес. Вот не должно быть какой-то зависшей ситуации, не должно быть для вас вообще состояние зависимости какой-то. Вот, наверное, когда мы этот основной вопрос решим, тогда в нашу жизнь войдет все, что угодно. Новое, и нам уже по тройке жезлов как раз про это новое-то и сказали. Мы меняем на 180 градусов как будто ситуацию, и даже по карте, посмотрите, если мы переворачиваем, там у нас как будто человек танцует, и вот эти цепи, которые вроде бы удерживали, а здесь они его просто фиксируют в каком-то удивительном танце. Так вот, такой, наверное, танец в жизни мы вполне можем себе организовать, если не будем цепляться за то, что уже не имеет никакого значения. Ну, вот как-то так. Так, каковы неожиданные события, любовь, старшая аркан влюбленная? Конечно, про любовь может говорить, безусловно. И кто-то свои отношения, если раньше была дружба, переведет на совсем другой уровень. А кто-то с тем человеком, с которым вы, может быть, на расстоянии встретиться, и вы надумаете жить вместе или соединить свою судьбу. Для кого-то из вас будет еще каково неожиданность. Неожиданности это может быть состояние выбора, все-таки влюбленное. Да, у нас две колонны. И значит, если вы окажетесь на такой развилке судьбы, как будто вам обязательно нужно сделать этот выбор, и он будет где-то находиться между этими двумя картами. Либо я себя словно в какую-то изоляцию погружаю, либо я смотрю с оптимизмом вперед. Вот, наверное, вот между двумя этими картами и есть вот этот выбор. И знаете, мои дорогие, ведь это старший аркан. Обстоятельства вам будут как волшебного ускорения придавать, чтобы вы приняли какое-то важное решение. А иногда в нашей жизни бывает так, словно нам высшие силы демонстрируют одну ситуацию, вторую, показывают как будто, вот посмотри, если ты так поступишь, перед тобой такие перспективы открываются. А если ты где-то пытаешься вот цепляться за старое, тогда вот тебя вот такой вариант жизни может ожидать. Выбор его величества. И, видимо, у каждого как-то пройдет это, понятно, по-своему и проиграется в какой-то больше в своей сфере жизни. Но все-таки по тройке жезлов, словно какие-то перемены, новые далее, что-то неизведанное и интересное манит за собой. И вы, мои дорогие, все-таки устремитесь вперед. Давайте на Тару иллюминатов посмотрим вот так. Что нас будет радовать? Знаете, это прообраз Медузы Гаргоны, Принцессы Мечей. Нас будет радовать, что мы, наверное, какой-то предыдущий период нас достаточно закалил и сделал нас где-то неуязвимыми. В чем? Мы можем где-то быть, и нас это не ранит, в том состоянии, когда рассчитываем сами на себя. Может быть, нас прежде подвели люди, и теперь в нашем сердце, ну, такой своеобразно холодный панцирь, потому что мы перевели какие-то эмоции в опыт. И теперь мы на какие-то грабли, старые, извините, не наступим. Вот этот опыт нам позволяет не совершить ошибок. Вы будете интуитивно чувствовать, что думают люди. Вы сможете просчитать практически любую ситуацию, как она разовьется. Вы можете минимизировать риски какие-то, если вы занимаетесь бизнесом. Вы сможете также просчитать кратчайший путь, дорогу, если вы хотите осуществить какой-то взлет по карьерной лестнице. Если вы хотите и еще какие-то намерения осуществить, может быть, это в личной жизни, то здесь тоже нам говорят, что какой-то период со знаком минус для вас будет заканчиваться, и именно потому, что нет эмоций. По этой карте уже есть холодность суждений. И принять жизнь такой, какая она есть. Но надо сказать, что, видимо, будет нас радовать. Вы не один раз себе скажете спасибо, что если прежде, вспоминая какую-то грустную свою историю, вы говорили себе, ну почему вот в моей жизни получилось так. А здесь вы скажете спасибо жизни, что у меня был такой опыт. Вот наш опыт нас, как ни странно, будет радовать. И правда, турбулентный год 2024, и Плутон, да и восточный хозяин дракон, как раз тут разные варианты смешения как ситуации, так и информации может нам приготовить. А вы как будто прочувствуете и просчитаете все заранее. Что нам будет помогать? Умение видеть по факту еще одна мечевая карта, и король мечей наиболее удачлив в дела работы, бизнес и деньги. Хладнокровие нам будет помогать. Умение, опять же, предвидеть на несколько шагов вперед. Умение согласовать документы. Тогда, когда мы действуем по закону. Когда мы, кстати, изменим, видимо, будут у вас такие предпосылки, круг людей, которые нас окружают, как ближнего, так и дальнего. У нас появится много людей, которые занимают ответственный пост, с которыми мы можем быстрее решить многие вопросы или получить нужную консультацию, информацию. В целом, это будет для вас новый статус какой-то, который вы можете получить вторично от вашего окружения, как будто. Сама жизнь у вас будет более четко распланированная. И есть какой-то рационализм, безусловно, в этой карте, который нам помогает. Ну и по этой карте еще проходит интеллект. Поэтому вот это все то, что для нас, наверное, как помогает решить сложные какие-то вопросы, от чего-то отказаться, не надеть розовые очки. Видимо, в такой год перемен это будет тоже важно. Но и для себя все бонусы как будто собрать и воспользоваться. Это тоже хорошо. Что нам может помешать? Ну, вот, наверное, для вас это ведь не помеха, по сути дела. Хотя это колесо фортуны. И у каждого в своей области. Но в этой колоде карт это больше карта шанса, карта удачи, каких-то возможностей, который приходит к нам тем путем, который мы не ожидали. И значит, если в значении помешать, мы этого именно не ожидали. И здесь нужно быть готовым к тому, что внезапно придется куда-то отправиться. Может быть, будет оказия. Я планировал переезд, к примеру. А здесь что-то быстрее надо делать. Или раньше. Или каким-то другим образом. Быстро что-то скорректировать, как собственный план, и откликнуться на чье-то предложение. Или пришла какая-то новость, значит, так вот, интеллект и интуиция. Все вместе мы включаем, анализируем какую-то обстановку. Или то предложение, которое поступило, и мы все равно принимаем правильное решение. Но, видимо, действительно, перемены какие-то, ну, может быть, вихрь информации, событий или обстоятельств, в которых вы будете находиться у каждого по-своему, вам не позволят где-то расслабиться. Может быть, и захочется, а у нас ни одна карта не говорит о том, что мы, ну, как-то можем поставить себя или дела на паузу. А если мы такое делаем, то мы сами себя словно замораживаем в каком-то непонятном статусе. А тут как раз мы ведь должны от этого избавиться, как будто. Очень продуктивный год для вас, мои дорогие, которые, ну, самые невероятные возможности. Главное, нет какой-то, знаете, ну, такой статики, которая бы напоминала болото, правда. Вот это точно не для вас и не на этот год. Поэтому быть быстрым, легким на подъем, держать руку на пульсе, быстро, может быть, принимать какие-то соломоновые решения вам тоже придется. Давайте мы узнаем, какие же двери будут открыты. И в этой колоде 78 дверей ключевое значение. Сами двери и ключ открытый с дверью или закрытый, как возможности, да? Давайте достанем карту. Какие двери будут перед нами открыты в двадцать четвертом году? Королева кубков. Практически дверей нет вообще. По этой карте, главное, иллюзорного успеха, чтобы не было, понимаете? И где-то не застрять в ожиданиях непонятно чего. Быстрее отказаться от того, что уже было. Не надеяться, что в каком-то новом качестве к нам вернется прошлое. Или кто-то из людей примет, допустим, осознание, что был неправ. Вот этого не следует ожидать. Ничего мы тут не дождемся. Или тот, кто нам обещал помочь, он придет и поможет. Нет, тут мы рассчитываем сами на себя. И тогда не для нас преград. То есть тут для нас самое главное, видимо, отчасти нас поворачивают к старшему аркану повешенного. Но для нас новые двери будут открыты тогда. Или мы сможем их открыть. Увидеть, нет этих дверей как таковых. Нам тут важно себе где-то не мешать. И, кстати, нам не ожидать чего-то долго, понимаете? Быть, наверное, ну, сообразно времени меняться. Как приходит какая-то информация, значит, с тем, что пришло на порог, нужно провзаимодействовать. Если сложилась конкретная ситуация, значит, тоже как-то мы действуем. Ну, не замираем, это точно. Давайте, какие двери еще будут перед нами открыты? Еще раз колесо фортуны. Ну, на вас, правда, будут влиять события извне. Или, наверное, та местность, где вы находитесь. Или что в этой местности происходит. Может быть, какие законы меняются, какой порядок меняется. Тут на вас это будет оказывать влияние. И поэтому, видимо, раз-два старших аркана, посмотрите, значит, мы не можем чего-то изменить, понимаете? И где-то, видимо, раз у нас выпало в позицию, какие двери будут открыты. Здесь нет дверей. Тут практически мы сами решаем, какие двери мы хотим входить. Но эта карта у нас тоже колесо фортуны. Что нам может помешать? Выпало, да, в значении. Поэтому нам это может как и помешать своей неожиданностью. Но в то же время нам это какое-то событие, новость, возможность нам может и помочь, понимаете? И поэтому от нашей быстроты реакции, от того, как мы воспользуемся каким-то моментом, будет зависеть буквально наше качество жизни. Какие-то возможности. Значит, не думайте долго. Где-то нужно соглашаться, а потом будет видно. Давайте мы, что я могу осуществить, узнаем. По пятерке жезлов, знаете, у вас будет достаточно физических сил. И часто по этой карте ведь, правда, проходит много информации. Видимо, для вас будет важно, знаете, провести как будто параллель. Вот у нас показана дверь, ее даже двери нет, а у нас тут замуровано. Стоит ли продолжать что-то, если перед нами закрыта дверь? То есть, если для вас, может быть, как пространство Вселенная будет давать подсказки. Если у нас что-то встало на стопор в 2024 году, первый вопрос, который мы должны себе задать, а нужно ли нам в этом направлении двигаться вообще? Мы сможем педалировать эту ситуацию. Мы пробьем вот эту стену, но совсем не факт, что то, что нам откроется, оно нас обрадует. Что то, чего мы добивались долгое время, будет на самом деле тем, что для нас будет красиво, хорошо, на благо. Или то, что мы бы хотели сами для себя, то есть перед осуществлением вот такое себе, ну, как минимум, такую развилку нужно продумать. Ну, хорошо, что еще я смогу осуществить? Вы сможете, знаете, как осуществить? Вы сможете схитрить. В какие-то будут, видимо, у вас ситуации, когда вам придется, ну, условно, одеть маску. Это будет необходимо, может быть, по ряду случаев. И себя как будто продемонстрировать. Притом, при всем, под этой маской вы будете наблюдать за происходящим. Но кто-то как будто лучше или вам по этой карте лучше демонстрировать не столько свои возможности или заявлять с каким-то опломбом о себе, что я могу это сделать, сколько так немножко отойти полшага назад и показать, что нет, я не могу. Каким-то образом вот такая игра для вас поможет открыть вот те двери, которые вам будут необходимы. Но, видимо, ситуация у нас, посмотрите, у вас два полиса фортуны. И у нас человек показан, который, мы ведь не знаем, нам показан слепой. А по факту он не похож на слепого. Обратите внимание, человек хорошо сложен. Он изображает как будто такого. И он просто проходит мимо той двери. А может быть, есть рядом окно. И может быть, кто-то за ним наблюдает, и он это хорошо знает. Он даже не повернут к двери. То есть он не собирается туда, в принципе, входить. Но продемонстрировать ему зачем-то это нужно. И, видимо, в зависимости от того, как закончится эта демонстрация или показатель на эти выступления, дальше будет видно, нужна ли нам эта дверь. Нам где-то продолжает предыдущую карту. И по четверке мечей, ведь если мы другие колоды берем, это когда мы скорее складываем оружие, наблюдаем и приводим мысли в порядок. Мы здесь что-то не форсируем, понимаете? Или не пытаемся буквально пробить, опять же, вот какой-то брешь. Потому что то, что откроется нашему виду, совсем будет далеким от наших предположений. И у нас, когда мы вот в такой своего рода маске, у нас всегда есть два выхода. Либо мы пройдем мимо, либо если нас это устроит, мы можем развернуться и открыть эту дверь. Вот это будет для вас важно. Это, знаете, как, наверное, по принцессе мечей какой-то опыт, который мы не будем повторять. Но вы будете как будто наперед это знать. Мне хочется достать еще одну карту. А что же еще? В конечном итоге к чему это? Знаете, вы опять нам говорят, самое главное не цепляться за прошлое. И на десятке мечей на карте у нас человек, который принимает иглорефлексотерапию. То есть он буквально сеанс лечения проходит. Карта излечения. Или в других колодах закрываем дверь в прошлое. Излечиваемся от какой-то прежней ситуации. Так вот, что я смогу осуществить? Да, повернуться спиной к прошлому. И с какими-то совершенно другими возможностями шагнуть вперед. Да, игра жизни будет. Это правда. И придется где-то маски одевать. Но для вас это будет безупречная позиция, которая вам придаст надежности. Которая даст ваше какое-то неуязвимое положение вам создаст. И видимо, все будет зависеть по колесу фортуны. Что же это будет для вас, мои дорогие? И здесь как будто вселенная будет немножко вас направлять. А может быть и множко. Мне интересно. Я хочу с заключительным таким аккордом достать еще одну карту. Давайте достанем как совет. Шестерка мечей вообще это у нас карта заслуженного успеха. Когда мы проходим через какую-то темноту, если вы помните, в большинстве кого-то она именно так и показана. Здесь мы сменим работу. Все то, что я говорила опять же по тройке жезлов, этим все и заканчивается. Карта успеха. Но для этого нам придется пробыть вот, наверное, во всех этих энергиях. Пройти, может быть, постепенно осознание, что в некоторые двери не стоит ломиться, нам туда не надо. Где-то вот эта наша маска нам поможет, может быть, уйти от какой-то опасности. Или решить какие-то вопросы, себя не подвергая риску. В итоге мы сумеем излечиться и действительно проститься окончательно с какой-то ситуацией, которая нас словно держит в заперти. И это будет важно, потому что по тройке жезлов мы как будто должны шагнуть вперед. Вот, наверное, прежде чем мы отправимся куда-то в путешествие, да, в жизненное путешествие, для нас будет очень важным, словно какой-то гештальт закрыть, мои дорогие. Но по шестерке мечей здесь нам в любом случае как будто обещают как и успех, и прекрасное завершение любого дела. Но приложить к этому усилию определенно придется. И вполне вероятно, вот тот факт, когда я сказала, вы не останетесь надолго в том месте, где вы находитесь. Это долго может быть у каждого по-своему. Но поверьте, мои дорогие представители знака Зодиака Рак, ваша жизнь где-то на пороге перемен. И начинаются они с того, что мы закрываем дверь в прошлое. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.